Здравствуйте! Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд проходит медосмотр, в том числе и стоматолога. Врачу, который проверит состояние зубов у 40 спасателей, ведомство готово заплатить 4,5 тысячи рублей. Расчет цены бухгалтерия отряда сделала по прейскуранту Муниципальной стоматологии Абакана. А вот другое ведомство Министерства внутренних дел решило всерьез заняться квартирным вопросом. Полицейское ведомство готово потратить больше 21 миллиона рублей на 12 квартир почти в каждом районе республики. Расклад такой. По две в Абакане, Сорске, Ширай, по одной в Черногорске, Саиногорске, Абазе, Аскизе, Бее, Копьево и Баграде. Получат квартиры очередники, служащие в этих районах. Жилье из двух, трех и четырех комнат на любом этаже. Непритязательные силовики в выборе года постройки, начиная с 72-го. Но обязательно рядом дорога и никуда без центрального отопления, водопровода, канализации, приборов учета электроэнергии и воды. В числе требований также большое количество розеток. Если силовики думают о том, где жить, то работники кожи-вен-диспансера на чем передвигаться? Кожи-вен-диспансер пустит по районам Хакасии передвижную лабораторию. Значит, нужен подходящий автомобиль. Медики прикинули и посчитали, что лучшим вариантом станет Пежо-боксер за два с лишним миллиона рублей. Длиннобазный фургон с однородной кабиной с перегородкой. Кроме того, шкафы для одежды, облучатели бактерицидные. В одной части салона медики будут производить забор крови, в другой проводить лабораторные исследования и тут же давать результаты. Все как в лечебнице. Кроме того, автомобиль должен быть оснащен холодильником и кондиционером. Вот такая медицинская лаборатория по-европейски. Закупает технику и Сорская администрация. Чиновники хотят новенький пазик за миллион рублей, где уместится 42 человека. А властью Стебаканского района все ограждают и ограждают. Они решили привести в порядок спортивные объекты. Солнечный сельсовет потратит 201 тысячу рублей, чтобы вокруг хоккейной коробки установить металлическую решетку. Срок до 25 декабря, то хоккеистам неудобно будет. Сетка вокруг поля появится и в Стебакане. На ограждение и проводку освещения на футбольном поле местные власти потратят больше 2 миллионов рублей. Найти полный список всего, на что тратятся бюджетные деньги, может и любой зритель на сайте госзакупок. Какими еще заказами отличаться местные чиновники и ведомства, обязательно расскажем вам через неделю. До встречи!